Транспортная сфера сводит концы с концами. Сотрудники уходят с работы, долгов куча, а помощи от государства как не было, так и нет. Перевозки нельзя останавливать, утверждает директор автостанции Старосиной. Ведь со второго карантина они уже точно не выйдут. Карантин и ограничения не единственная проблема перевозчиков. По словам директора автостанции, нелегалы забирают половину работы. По сравнению с прошлым годом перевозки пассажиров упали минимум на 30%, а по некоторым направлениям даже до 50%. Все это связано, мы уже говорили, поднимали этот вопрос о том, что это все связано с тем, что во время карантина официальные перевозчики вынуждены были останавливаться, но вместо них работали на рынке нелегалы. Поток пассажиров полностью упал, как бы по одному, по два пассажира возим и не можем даже их, они до сих пор ездят и не дают нам работать нормально. Впрочем, для людей нелегальные перевозки стали альтернативным вариантом в период карантина, пусть и недостаточно безопасным. Люди как ездили, так и будут ездить. Вопрос только в том, кто будет на этом зарабатывать и платить налоги, подчеркивает Елена Репко. Наша власть, к сожалению, не слушает перевозчиков и не понимает, что даже в условиях адаптивного карантина, мы считаем, что даже в красных зонах нельзя останавливать работу общественного транспорта. Все-таки лицензионный перевозчик несет ответственность и за свой транспорт, и за пассажиров, которые они перевозят. Ну, это, ну, смотри, не людей, мне кажется. Люди должны сами выбирать ту поездку, которая для них удобная. Если им удобно официально ехать, они едут официально. Если им удобно добираться блаблакаром. Есть такие ситуации, когда вот закрыли карантин, люди многие добирались этими перевозчиками. Я последние две поездки сделал на блаблакаре. Вот, ездить можно, но опасно. Водителя не проходят никакого осмотра, во-первых. Ездят как хотят, нарушают скоростной режим. Дезинфекция перед посадкой пассажиров и после – это новая традиция у водителей межобластных перевозок. Придерживаться масочного режима должен каждый. Водитель – не исключение. А вот за проверку данного режима в течение поездки отвечает только сознательность человека. Ведь штрафы за такие нарушения не предполагаются. Мы работаем полностью автобусом. Люди заходят в масках. Полностью автобусом начинаем дезинфектировать. Стараемся при приезде, при выезде. Делаем замечания. Людям просто тяжело. Сейчас жара была, тяжело дышать. Они спускают маски. Стараемся, делаем замечания, чтобы одевали маски. В салоне тоже люди один другому могут замечания сделать. Все своими силами. Никакой обещанной помощи от государства о снижении цены на арендную плату и налогов и речи не может идти, утверждает Елена Репко. Ни во время карантина, ни после карантина все обещания, которые давались правительствам, давались – ничего. Помощь была оказана только СПД, ФОПом. Карантинная карта Одесской области с каждым днем все больше краснеет. 7 сентября весь Болградский район закрыли на жесткий карантин. Но даже несмотря на критическую ситуацию, транспорт нельзя останавливать, уверен директор одного из крупнейших предприятий области. Что это даст? Это даст то, что люди не смогут добираться на работу. Категория людей пенсионного возраста и люди с ограниченными возможностями не смогут добираться бесплатно в районный центр. Мне кажется, надо обидеться ограничениями, закрывать надо, потому что сейчас нет толком. Если дети, допустим, живут в селах, добираться не вариант. Так, как-нибудь, а хоть есть какое-то расписание, и ты уже знаешь, что ты идешь. Нет, закрывать не нужно. Люди и так сидят дома без работы. Если они сейчас еще сядут с закрытием транспорта, будет вообще. Перевозчики уверяют, если их снова закроют, ссылаясь на карантин, то молчать они не собираются. Протесты и митинги власти гарантированы. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер. Субтитры подогнал «Симон»!